Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, высокие представители государственной власти, дорогие владыки, уважаемый Андрей Юрьевич, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием, с церковным празднованием 870-летия города Зарайска. После литургии на площади я буду иметь возможность обратиться к вам и ко всем, кто будет там присутствовать, с какими-то словами, поэтому сейчас не буду говорить о Зарайске, хотя есть что сказать, но хотелось бы мне выразить огромную благодарность вам, Владыка Митрополит. В 1965 году я, будучи и подьяконом покойного преснопамятного Владыки Митрополита Никодима, часто присутствовал и молился во время вашей хератонии, и тогда впервые на всю церковь прозвучало это название – Зарайский, город Зарайск. Некоторые пудали с историческим сараем, столицей Золотой Орды, потому что мало кто вообще знал, где даже Зарайск находится. Но именно в связи с тем, что вы стали архипасторем Зарайска, очень многое поменялось и в церкви, и, я думаю, в обществе нашем, в народе, и Зарайск – город великой судьбы, героический город. Отмеченный особой милостью святителя Николая, он стал известен во всей России, а, может быть, даже и за ее пределами. И вот именно таким образом Господь через людей, но своей силой, своей благодатью, своей мудростью устрояет нашу человеческую жизнь. Каждый из нас, для того, чтобы быть успешным в тех делах, которые он совершает, будь то архиерейское служение, государственная служба или любая другая ответственная деятельность, должен про себя говорить так «Господи, я кисточка в Твоих руках, Ты создавай картину!» Я не буду сопротивляться Тебе, я не буду отрекаться от Тебя, я буду стараться понимать и воспринимать те духовные тонкие сигналы, которые Ты мне подаешь, и следовать Твоей воле. И вот такое отношение к Богу людей, особенно обличенных ответственностью за других людей, является самым правильным. Во-первых, такое отношение исключает гордыню, самолюбие, самомнение, завышенную самооценку, происходящее от этого гордость, надменность, пренебрежительное отношение к тем, кто стоит ниже Тебя. Потому что человек, сознающий себя кисточкой в руках Божьих, понимает, что в любой момент Господь эту кисточку может отложить в сторону или передать ее другому. И никакой картины не получится. Мы сегодня напутствовали владыку Федора, которому предстоит служить на Камчатке и быть миссионером в самых отдаленных районах нашего Отечества. Это северная часть Камчатского полуострова, это корякия, малонаселенная часть страны, где нет других способов передвижения, как только по воздуху или по морю, а море бурное. Я видел, какими могут быть бури на Охотском море. И вот уверен, что успех твоего служения, владыка, всегда будет определяться твоей способностью, абстрагируясь от всяких человеческих похвал и воздаяния почестей, воспринимать себя кисточкой в руках Божьих. Но то самое я хотел бы сказать и каждому, кто сегодня здесь присутствует, и кто облечен властью, полномочиями, и от которого зависит в каком-то смысле судьба других людей. Город Зарайск – город, в первую очередь, духовной славы, боевой славы. И я радуюсь тому, что мне суждено было в этот замечательный день войти под своды Иоанна Предтеченского храма в знаменитом Зарайском Кремле и вместе с вами совершить божественную службу. По разным причинам никто из моих предшественников не смог этого сделать. Радуюсь тому, что я по милости Божией сумел приехать в Зарайск. И всех вас прошу помнить меня в своих молитвах. А я буду молиться за город Зарайск, за духовенство, за благочестивую паству. Еще многое предстоит сделать. Население сейчас в Зарайском районе больше, чем в то дореволюционное время, когда здесь было более 50 храмов. Поэтому несомненная задача заключается в том, чтобы это количество храмов по милости Божией было восполнено. А для того, чтобы было так, должна укрепляться вера людей. У людей должна быть еще более сильной вера и стремление входить в молитвенное общение с Богом, посещать Божие храмы. Я призываю духовенство Зарайского благочиния трудиться, не жалея жизни своей, для того, чтобы укреплялась вера в этом исторически Богом отмеченном месте русской земли. Позвольте, дорогой владыка, сердечно поблагодарить вас за ваши добрые слова и за то замечательное служение, которое вы несете на московской земле. А в память о пребывании в этом храме хотел бы преподнести вот этот образ успения Пресвятой Богородицы с предстоящими святыми, чтобы он занял соответствующее место в этом храме. И, прикладываясь к этому образу, в молитвах вспоминайте также и своего патриарха. Вспоминайте и тот замечательный день, когда мы все объединились для общего прославления Господа перед Его Святым и Животворящим Крестом. А каждому, кто сегодня присутствует, хотел бы передать изображение святителя Николая Можайского Корсунского с патриаршем благословением. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok